МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги Санкт-Петербургского международного экономического форума обсудили на еженедельном совещании главы и правительства республики. Участие в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности не просто улучшение показателей, но и перезагрузка работы органов власти, особенно в части взаимодействия с бизнесом. Насколько комфортно предпринимателям в республике, готовы ли они работать и, главное, расширяться, какой поддержки ждут от властей и получают ли ее, именно эти критерии учитываются при составлении рейтинга. Для бизнеса что важно? Для бизнеса важно, чтобы была открытость, было понятно, была какая-то стабильность. И сегодня вот эти качества, они все есть. Сегодня мы, как крупное предприятие, работаем вплотную и с правительством Чувашской республики, мы видим, что идет диалог. Не монолог в одну сторону, а именно диалог. И все вопросы, которые бы мы не задавали, они решаются очень оперативно. Михаил Игнатьев поблагодарил всех за работу, результатом которой стало второе место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Это как раз командная работа на общий результат. Управляя и проектами, создали достаточно инструментов, но внутри еще много проблем. С одной стороны, как бы заняли, но с другой стороны, нам надо увеличивать доходы. Это мы честно признавать должны всегда, я и признавал на разных дискуссиях. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы уровень зарплаты в республике стал не менее 30 тысяч рублей. Это очень важно. На совещании обсудили и выполнение программы содействия занятости населения. Всего на различные мероприятия запланировано более 380 миллионов рублей. Участниками программы могут стать до 80 тысяч человек. 34 тысячи уже воспользовались такой возможностью. Из них половина трудоустроены. Примерно процент трудоустройства остается на уровне прошлого года и позапрошлого года, что говорит о том, что на рынке труда сохраняется стабильная ситуация. Более 70% граждан трудоустраиваются у нас в 10-дневный период со дня обращения в органы службы занятости населения. Всего же с начала года численность зарегистрированных безработных граждан в республике уменьшилась на 8%. На сегодня работодателям республики заявлено о наличии 17 тысяч вакансий. Обсудили и вопросы своевременной выплаты заработной платы, в частности, сотрудникам предприятия ЧУАШ «Автотранса». Просроченная задолженность поглашена полностью. Уже до 15 июня должна быть погашена зарплата за май месяц. Ну как вот. И уже начали зарплату за май выплачивать. Михаил Игнатьев призвал членов правительств республики держать вопросы выплаты заработной платы перед работниками всех предприятий и организаций на постоянном контроле. Елена Гальперина, Олег Якимов, Республика. Международный экономический форум в Санкт-Петербурге прошел на высоком уровне и побил прошлогодние рекорды. В его рамках было подписано более 450 соглашений. Сумму продолжают уточнять. На полях форума обсудили огромное количество тем. Эксперты говорили о тенденциях в экономике, развитии медицины, образовании, здравоохранении и сельского хозяйства. В работе круглых столов принял участие и глава ЧУАШ. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Перед сферой АПК встают новые задачи. В условиях постоянно растущего спроса на экологически чистое сырье кардинально меняются технологии его производства. Эксперты говорят, что сейчас отрасль переживает глобальные перемены. В ближайшие годы за многие процессы должны будут отвечать роботы. В ряде регионов уже возвели умные фермы, которые работают автономно. В появлении новых технологий, повышение производительности меняют и производство, и образ жизни населения. Мы тоже должны понимать, потому что через все эти трансформации проходили и наши развитые страны, партнеры. Уже сегодня высокоточные роботы, способные разделывать мясо и рыбу, умные прицепные машины сканировать растения, выявлять и уничтожать сорняки. Использование беспилотников позволяет контролировать состояние посевов, планировать аэротехнические работы, прогнозировать урожай. Внедрение инноваций в агросферу влечет за собой потребность специалистов, понимающих толк в высоких технологиях. Сфера АПК страны нуждается в квалифицированных кадрах. В федеральном инсельхозе сейчас разрабатывают стратегию развития аграрного образования. Вузы должны пересмотреть свои учебные программы. У нас есть объективные возможности действительно сделаться передовиками. Это то, что сказал Александр Николаевич. Это пространство, это запасы воды, запасы минеральных ресурсов. У нас есть субъективные возможности. Это все-таки наш человеческий потенциал, неплохие разработки, готовность к творческому подходу. Через 8 лет объемы производства сельхозпродукции должны быть увеличены на 25%. Но рост объемов не должен отразиться на качестве. Перспективы за органикой. В правительстве готовят закон, который установят предельные экологические стандарты. Глава республики отмечает, что аграрии и чуваши производят продукты высокого качества, без вредных добавок. В Чувашской республике экологически чистая земля. Через технологии биологизации земледелия мы на сегодняшний день меньше применяем минеральные удобрения, средства защиты растений. И произведенные сельскохозяйственные продукты и продукты переработки сегодня востребованы на рынке Российской Федерации. Участники другого круглого стола говорили о развитии медицины. В 2025 году продолжительность жизни в стране должна достигать 76 лет. Предстоит провести масштабную работу. Уже в следующем году необходимо завершить создание трехуровневой системы оказания помощи. Приоритетами чрезвычайной важности, это тоже звучало, является дальнейшее развитие информационных технологий и биомедицинских инновационных технологий. Их внедрение в практику здравоохранения. До конца 2019 года будет завершено создание в целом ЕГИСЭЗЕ, Единой государственной информационной системы здравоохранения, что нам позволит обеспечить единую систему документа оборота. В стране продолжат реализовывать и программу разработки инноваций для сферы медицины. Эта работа приносит ожидаемый эффект. За последние годы в большинстве регионов снизилась младенческая и материнская смертность. Чувашия в числе лучших субъектов по этому показателю. В шаговой доступности будем оказывать качественные медицинские услуги. Каждый четвертый ФАП мы в сельской местности снесли и сделали современные ФАПы с горячей водой, с теплом. Мы здравоохранение отдельно никогда не рассматривали как отрасль. Мы его связываем с образованием, со спортом, с культурой. Количество курящих снизилось на 25%. Могу сказать, в органах власти ни один член правительства, ни один министр не курит. Эксперты говорят, что республика должна тиражировать наработанную практику. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Санкт-Петербурга. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге обсудили и уровень развития отечественной медицины. Чувашия по эффективности здравоохранения тоже упрочила свои позиции, поднявшись за год с 8 на 5 строчку рейтинга среди 85 субъектов России. Каждый год мы поднимались, поднимались в рейтинге, впереди Татарстан. Мы вторые и третьи Москва. Это здорово. Это говорит о том, что действительно в республике работает высокопрофессиональная команда управленцев, ну и народ Чувашии. Но это же труд каждого человека, который живет здесь. Кто-то на около станка, кто-то в больнице, кто-то на производстве, кто в административно-управленческой части. Сделал так, что действительно инвестиционная привлекательность хорошая. Строятся новые заводы. Строим школы. Строим садики. В следующем году в стране завершится первый этап федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Как она реализуется в Чувашии, как продвигается капитальный ремонт автодорог общего пользования, глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с руководством организации дорожной отрасли. Порядка трех миллиардов рублей в общей сложности предусмотрены на реализацию федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», а также на капитальный ремонт магистрали общего пользования. Часть из них направят на реконструкцию девяти сложных участков, известных частыми ДТП, и на приведение в порядок сети дорог Чебоксарской агломерации. В ее состав входят Чебоксары, Новочебоксарск, Чебоксарский и Маргаушский районы. На сегодня конкурсные процедуры в республике проведены успешно. Мы, я так думаю, что из 38 регионов где-то в десятку точно входим сейчас по проведенным торгам и заключенным контрактам. Что касается ремонтных работ, они, безусловно, начались, можно сказать, две недели назад. Вижу, что строители вышли дружно. Во многом это может быть связано с тем, что в Чебоксарах, в ДТП, выиграли, как правило, серьезные компании, которые дорожат своим именем, дорожат своей репутацией и хотят остаться на рынке в дальнейшем. Дорожные работы уже ведутся на 12 объектах агломерации. Здесь есть некоторые примеры проведения работ. Это на улице Карла Максов, Чебоксарах на улице Ленинградской, на улице Калинина, следующий слайд, улица Социалистическая, на Дзержинского, следующий слайд, Ашмарина, в Новочебоксарске, следующий слайд, ремонт покрытия проезжей части проходит на бульваре гидростроителей и на местном проезде Винокурова. Полностью дорожные работы должны быть завершены в сентябре-октябре текущего года, поэтому необходимо сосредоточить все усилия, чтобы выдержать график, не забывая при этом о качестве. Есть юридические правоустановочные документы, подписаны, вот стороны абсолютно должны четко это выполнить. Вот это самая главная задача. И в этом году, как и в этом году, мы прорыв в дорожном хозяйстве, вылучение капитального ремонта, реконструкции дорог, должны выполнить. Кстати, за качество работ, помимо заказчиков и экспертов, будут следить и активисты общественного контроля. Любые нарушения непременно найдут отражение на карте убитых дорог в проекте Общероссийского народного фронта. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. Нынешняя неделя станет для столицы республики весьма насыщенной на события. В ближайшие дни в Чебоксарах пройдет совет главных архитекторов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. А 12 июня мы будем праздновать День России. Более 200 специалистов из 47 регионов станут участниками масштабного обсуждения на тему комфортности городской среды для жителей муниципалитета. Мероприятие пройдет под девизом «Комфортный город, миф или реальность». Мероприятие будет включать в себя пленарные заседания с обсуждением лучших региональных практик, формирование комфортной городской среды, мастер-классы ведущих архитекторов, дискуссионные площадки. Площадки для обсуждения открыты для всех желающих. Любой неравнодушный чебоксарец может принять участие в дискуссии по поводу, каким он видит свой город. Регистрация будет открыта на сайте администрации. Что касается праздника, то предварительная программа уже составлена. Парки культуры и отдыха, библиотеки, музеи, дворцы культуры, открытые площадки готовы принять гостей. На выходные запланировано более 40 массовых мероприятий. Красная площадь традиционно станет центром празднования Дня России. Планированное количество участников и зрителей мероприятий на Красной площади останется на уровне прошлого года и составит порядка 10 тысяч человек. Впервые в этом году в городе пройдет всероссийская акция «Парад дружбы народов». В мероприятии примут участие представители 20 национальных культурных объединений, всего около 500 человек. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика. В Чувашу установлено немало памятников героям, войны и трудам, врачам и космонавтам, ученым и писателям и даже литературным персонажам. Но впервые в республике появился памятник учителю. Его установили в поселке Бресина против средней школы номер один. Спасибо вам за благородный труд. Учителя, искатели, душе поэты, Ни годы, ни преграды не сотрут. Наставников слова и мудрые советы. Инициатива установить памятник принадлежит выпускникам и Бресинской средней общеобразовательной школы номер один. Они же организовали сбор добровольческих пожертвований. Два года ушло на работу. Памятник учителю открыли в торжественной обстановке. Он стал вторым в России. Труд педагога увековечен еще в Саратове и первым в Чувашии. Давайте этот памятник тоже назовем памятник первому учителю. Сама скульптура напрашивается на этого. И хочу сказать, что, надеюсь, школа возьмет сердце на пятину. Памятникам всегда будет святой, чистый порядок. Не зарастет народная тропа в этом памятнике. В жизни каждого человека есть первый учитель. Человек, который учит не только читать и писать, а еще и ведет по жизни, помогая с выбором пути. Пусть каждый остановится перед памятником и задумается не только о своем учителе, но и о самом себе, о своей жизни. Оправдались ли надежды наставникам? Много теплых слов прозвучало в этот торжественный день в адрес тех, кто помогал в работе над памятником. Деньгами и личным участием. В столице Чувашии выбирают очередного почетного гражданина Чебоксар. Сейчас голосование идет на официальном сайте города. Депутаты Чебоксарского городского собрания рассмотрели кандидатуру и утвердили восемь претендентов. Среди них, например, заслуженный мастер спорта СССР, пятикратная чемпионка мира по парашютному спорту Майя Петровна Костина, народный писатель Анатолий Ильич Кибеч, заслуженный художник РСФСР, народный художник Чувашии, живописец, монументалист, проски вити и другие. Познакомиться с биографией всех кандидатов и проголосовать за одного из них можно на сайте Чебоксар до 15 июня. Напомним, почетные граждане столицы Чувашии имеют право на безотлагательный прием руководителей администрации Чебоксар, бесплатный проезд на всех категориях пассажирского городского транспорта. Также они могут вносить предложения по благоустройству города и социальным вопросам в Чебоксарское городское собрание депутатов. Чебоксаром улица Пролетарская, 4. В свое время на обслуживание этого дома претендовали сразу две управляющие компании. Однако, когда жителя одной из квартир верхнего этажа затопило, компенсировать затраты на ремонт оказалось некому. Подробнее ситуации Ольга Пырочкина. Эти кадры Алексей Васильев снял в 4 утра два года назад. Проснулся от того, что льется. Думал, что у кран где-то течет. Встал, смотрю, у меня тут течет все. Вот здесь вот потекло. Вот так вот. Потом потекло вот в зале. Прямо по люстре. По люстре пошла вода. Сразу свет пришлось выключить. После такого потопа управляющая компания залатала кровлю над квартирой Васильевых. Затраты на ремонт внутри тоже обещали компенсировать. Сначала эксперты дали заключение на 60 тысяч убытка. В процессе переговоров с коммунальщиками сошлись на цифре 45 тысяч. Окончательный вариант компенсации оказался в два раза меньше. Договорились вообще на маленькую сумму там, на 20 тысяч. То есть и даже этих денег я не получил. Вот два года уже никаких перечислений, ничего нет. Дело в том, что дом Алексея Васильева обслуживала печально известная управляющая компания ПИК-1. Когда ей из-за долгов и нарушений не продлили лицензию, на смену должна была прийти другая – КАМАЛ. За эту и соседние многоэтажки разразилась настоящая война с двойными квитанциями и митингами. Тогда жители отстояли ПИК-1. Однако зимой прошлого года ее таки признали банкротом. Но учредитель ПИК-1 создал новую УК «АЛСТА» и продолжил обслуживать данную и другие многоэтажки. Проще говоря, затопил Алексея при одной УК, которая ныне банкрот. А нынешняя за прежнюю ответственности не несет. Хотя фактически это та же самая компания. В свое время я вроде не оставлял всех, кто компенсации обращался по содержанию ремонта жилья, деньги возвращали. И начислялся. В данной ситуации, хоть и меня, там с января месяца было, я не могу сказать, у меня информации нет. Я к вам приходил, и мы договорились насчет оплаты. Была сумма 40 тысяч, мы договорились на 21 тысячу. Вы пообещали, что эта оплата будет произведена через месяц. Я ничего никогда не обещаю. К делу уже подключились чебоксарские депутаты. Мой же юрист тоже принимал участие, да, составлял акт. И он как бы заверил, меня во всяком случае заверял, и вас заверял или нет, о том, что я все сделаю, все восстановлю за свой счет. Есть же, как бы сказать, жилищный кодекс, есть гражданский кодекс, который говорит о том, что моральный и материальный ущерб должен быть восстановлен или, как бы сказать, компенсирован той стороной, которая допустила, значит, это повреждение. Пока с коммунальщиками общаются юристы депутатского корпуса, Алексей мечтает о ремонте. Он бы сделал за свой счет, если бы был уверен, что крыша не потечет снова. Ведь в случае чего спрашивать компенсацию, судя по всему, не с кого. Ольга Бырычкина, Сергей Адушкин, Республика. В Чебоксарах прошел завершающий этап учений по пресечению условного теракта. Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета по Чувашии подвел итоги учений. Согласно легенде, группа террористов ворвалась в административное здание одного из стадионов в Чебоксарах. Открел огонь из автоматов, после чего сквозь место происшествия на автомобиле. При попытке остановки автомашины, объявленного в розыск, преступники обстреляли наряд полиции и подорвали взрывное устройство. Затем нападавшие скрылись в районе Заволжья. На основании полученных данных, в данном квадрате обнаружено ДРГ противника. В сложившейся обстановке оперативным штабом принято решение об условном проведении контртеррористической операции и введении на территорию города Чебоксары особого правового режима. В ходе проведения операции осуществлены меры по обеспечению безопасности населения. Спланирован и реализован комплекс оперативно-боевых и специальных мероприятий по пресечению диверсионно-террористических актов и обезвреживанию вооруженных преступников. Действия подразделений в условиях, максимально приближенных к боевым, получили положительную оценку руководства оперативного штаба. Считаю, что цели учения достигнуты. Я, как руководитель учения, в целом положительно оцениваю результаты учебной контртеррористической операции. Спасибо за работу. Хаски, овчарки, шпицы, собаки других пород и беспородные псы. Все они стали участниками конкурса «Красоты и талантов Кубок Барбоса-2017», который прошел в Лакреевском парке столицы Чуваши. 13 конкурсантов из Чебоксар, Новочебоксарска, набережных Чулнов, Южкоролы и Казани боролись за главный приз. И отправляем участников готовиться к следующему конкурсу. За дружбой не важна порода. Под таким девизом прошел конкурс «Талантов собак». Четвероногие друзья, участники кубка, появились в жизни своих хозяев по-разному. Кого-то нашли на улице, кого-то взяли из приюта, за кем-то ехали специально в питомник. Карина Емельянова приехала за собакой к заводчикам Хаски. Девочка рассказывает, что все щенки бросились к ней, а Лесли одна стояла в стороне. Именно ее и выбрала Карина. Она лает на будильник всегда. Я просыпаюсь, смотрю, она рядом со мной стоит и лает. Такими жаловными глазами меня смотрят. Я одеваюсь, ухожу с ней гулять. Карина рассказывает, что Лесли очень своенравная собака. Если ей что-нибудь не нравится, то может и укусить. Спаниель Нептун тоже с характером. В семье Юлии Кабуркиной это вторая собака такой породы. Нептун очень разговорчивый и даже во время интервью пытался высказать свое мнение. Он может говорить все, что угодно. Скажи, мама. Мама? Нет, не хочешь. Первая собака у нас очень комфортная, уютная собака. Мы думали, что с появлением второй собаки дома станет еще комфортнее. Но он разбавил этот комфорт своей хулиганской деятельностью. Он дома наводит порядок, хаос. Маленький хулиган в общем. Большие и маленькие, белые и черные, активные и спокойные, породистые и нет. В парке собрались совершенно разные собаки. Для них главное показать себя и свои таланты. С достоинством пройти во время визитки или показать всю прыть во время полосы препятствий. У всех получалось по-разному. Но симпатии зрителей завоевала каждая собака. Для нас не важны титулы, регалии, документы, ученые степени и звания собак. Только любовь и талант и безграничная преданность к своему хозяину. На породистые собаки начали на нас обижаться. Как это так? Мы позвали. Всех позвали, а нас не позвали. И мы в виде исключения дали им такую возможность проявить себя. Но я гарантирую, что эти собаки не являются звездами рингов, не имеют медалей и кубков. Наряду с беспородными дворянскими собаками будут проявлять сегодня свои таланты. Конкурс костюмов, талантов, полоса препятствий и спортивные интерактивы. Жюри оценивало взаимопонимание собаки и хозяина, совместное творчество и оригинальность. По итогам всех конкурсов победительницей стала Лайма и Ксения Береговая из Новочебоксарска. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши.